Стоять! Стоять! Я сказал! Стоять! Херсонская область. Боевики запрещенного в России правого сектора и представители Меджлиса Крымского народа затеяли драку с украинскими силовиками. Мужики, я прошу вас, пожалуйста. Тихо. Люди в камуфляже не подпускают к поврежденным опорам полицейских и ремонтные бригады. Почти всю необходимую полуострову энергию поставляли вот эти, теперь разрушенные линии электропередачи. Организатор блокады Крыма бизнесмен Ленур Ислямов ставит ультиматум. Ремонта не будет, пока обесточивание полуострова не станет частью политики официального Киева. Мы здесь стоим, отсюда мы не уйдем. Мы не для того сюда пришли, для того, чтобы договорники с кем-то опять подписаны. Если будут штурновать, мы готовы к этому тоже. Уже известно, опоры двух из четырех линий электропередачи были подорваны. Бывший председатель Меджлиса Мустафат Жемелев говорит, ломали не мы, но ремонта не допустим. По его версии, ЛЭП упали из-за сильного ветра. У украинских силовиков другая информация. Опорам помогли оказаться на земле две минометные мины. Пока часть боевиков блокировала работу ремонтников Херсонской области, остальные собрались у администрации президента в Киеве. Сторонники блокады Крыма открыто диктовали условия, на которых могут начаться хоть какие-то ремонтные работы. И акция властей Украины на откровенно преступные действия последовала не сразу. За стол переговоров с крымскими татарами сегодня сели Арсений Иценюк и Арсен Аваков. В МВД страны ситуацию назвали энерготерактом. И тут же фактически согласились на условия тех, кого назвали террористами. Ну, будем, что нам стоит принять политическое решение на уровне Совета национальной безопасности и обороны, на уровне правительства о том, чтобы прекратить действия контрактов на поставку электроэнергии. И это не вопрос поврежденных линий, которые надо восстановить будет. Это вопрос нашей позиции. Эта позиция была озвучена фактически под дулом автомата. Уверены политологи, ситуация с боевиками в Херсонской области очередной пример. Киевская власть не контролирует радикалов и просто вынуждена идти у них на поводу. Это, безусловно, бьет непосредственно по президенту Украины Петру Порошенко относительно контролируемости ситуации в стране. Ну, то есть, по сути дела, совершается уголовное преступление, сопоставимое с терактом, потому что ставит под угрозу в целом энергобезопасность страны. И Украина в данном случае выглядит как страна, не способная выполнить свои договорные обязательства. С решением власти позволил себе не согласиться министр энергетики Украины Владимир Демчишин. Он настаивает на срочном ремонте ЛЭП и напоминает об экономических интересах, связанных с энергопоставками на полуостров. Но, кажется, экономическим выгодом официальному Киеву сегодня пришлось пожертвовать. Иначе, как объяснить еще одно заявление Кабмина о прекращении грузового сообщения с Крымом? Я предлагаю временно запретить перемещение грузовых потоков на административной границе между Украиной и Автономной Республикой Крым. Поэтому прошу подготовить распоряжение правительства с конкретным перечнем товаров и услуг. Для того, чтобы этот перечень отвечал интересам Украины в первую очередь, предлагаю приобщить к этой работе меджилиз Крымско-Татарского народа. Получается продовольственная блокада полуострова. С сегодняшнего дня введена официально, чего, по сути, и добивались радикалы. Кому это выгодно, эксперты объясняют сразу. Ленуру Ислямову и Мустафе Джамилеву. Так вот, эти люди, они остались категорически невостребованы. Чтобы напомнить о себе, а также, чтобы заработать себе копеечку. Они-то устраивают блокаду границы с Крымом, не пропуская туда различные фуры, объявляя блокаду. Ну, мы же понимаем, что это формально они определяли блокаду, а на самом деле это был всего лишь путь взыскания лишней мзды с желающих все-таки проникнуть вопреки блокады в Крым водителями. Экономика энергетической отрасли самой Украины тем временем трещит по швам. Блокада Крыма только прибавила проблем. Без света остались несколько районов Херсонской области. В аварийном режиме работают две атомные электростанции, резкая разгрузка которых, по словам экспертов, чудом не привела к катастрофе. Ольга Князева, Анна Заякина, Анна Ток, Наталья Литовко. Первый канал. Киев.